Последние приготовления к выходу в прямой эфир. Настройка света, звука и все это на телефоне. Временный запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий не повод отменять всероссийскую акцию «Ночь искусств». Выставочное пространство в фойе второго этажа Центрального дворца культуры созвездия заполнила выставка «Магия вдохновения». Это совместная выставка Елены Катышевой и Юлии Ждановой. Авторы с небольшим волнением ждут начала онлайн-презентации. Вы волнуетесь? Конечно, конечно. Для меня это, в общем-то, новое, и я немножко волнуюсь. Ровно в 17.15 началась онлайн-трансляция. Те, кто уже смотрят, мы вас приветствуем в Центральном дворце культуры созвездия. Сегодня по всей стране проходит всероссийская акция «Ночь искусств». В рамках этой акции дворец культуры приглашает вас в режиме онлайн посетить выставку картин «Магия вдохновения», которую для вас проведут авторы выставки, художники Юлия Жданова и Елена Катышева. Здравствуйте! Вот так, находясь дома, можно было посетить выставку и познакомиться с авторами работ. Безусловно, онлайн-трансляции не дадут столько впечатлений, как отличного присутствия на мероприятии, но в современных условиях по-другому никак. Конечно, важен контакт. Лучше видеть выставку вживую. Это, в принципе, предварительная, так скажем, как реклама для выставки. Работы, представленные на этой выставке, выполнены в технике «Батик». Елена пишет холодный батик, я больше горячий батик. Лена делает шикарные картины из войлока. Я пока этого не могу, и, в общем-то, я преклоняюсь перед ней. И у меня сейчас новое направление – это изолон и техника терра. Я делаю объемные картины 3D. Пока шла онлайн-презентация выставки, своего эфира ждала Ольга Кожакарь, руководитель студии «Я рисую вместе с мамой» Центрального дворца культуры созвездия. В режиме онлайн она готовилась дать мастер-класс по росписи маски акриловыми красками. Процесс преображения обычной маски в оригинальную носит название «Кастомизация». Это даже не техника, это просто как ответвление в искусстве, можно сказать. Потому что этим занимаются как и известные бренды, делая под человека, именно ту вещь, которую он хочет. Так и ты можешь в домашних условиях сделать себе уникальную вещь, у которой ни у кого не будет. А мастер-класс в режиме онлайн для тебя это что-то новое? Да, это очень новый опыт. Я никогда такого не проводила. Если с детьми один на один, да, но чтобы онлайн никогда такого не было. Ровно в 18.00 начался онлайн-мастер-класс. Стоит отметить, что ссылка на трансляцию акции «Ночь искусств» из Центрального дворца культуры созвездий была доступна на цифровой платформе «Прокультура.РФ», что, безусловно, дало возможность увеличить охват зрителей. Пока присоединившиеся к онлайн-трансляции наблюдали за мастер-классом, своего часа ждали музыканты кавер-группы «Третий кабинет». И ровно в 19.00 они дали акустический концерт «Хороший вечерок». Какая боль, какая боль, Аргентина, ямайка, гендоль.